100 тысяч миллионов вот таких монет, и мы окупим вот этот прибор. На пляжах люди прибухивают. Мы решили, что кабинки это перспективное место, люди переодеваются, из них из кармана выпадают денежки, да? Да. Здоров народ, у нас такой уютный майский вечерок. Приехал я на набережную для того, чтобы немножко походить с моим, вернее не с моим, а с толиковым металлоискателем, но я думаю он не обидится. Место такое интересное, здесь купаться запрещено, однако люди отдыхают, и вот там проводятся этапы чемпионата России по пляжному волейболу. В общем, будем искать спортивные реликвии и монеты. Поехали! Так, смотрите, друзья, сигналчик вот такой, и она лежит сверху, вот она родимая, первая монеточка. Копал такую яму ради волокон, крышки. А, интересно, дорого ее можно продать на аукционе. Пожалуй, самая традиционная пляжная находочка, крышка из-под пивка. Так, это какое-то не кладоискательство, а освобождение пляжа от мусора. Вот чем мы тут занимаемся. Я ненавижу тех людей, кто пьет из баночек и потом бросает это. Ну вот, смотрите, прям четко золото, золото! Тут возле лавочки пищит все, и мы уже нашли две крышки, ну потому что тут люди садились, пивко открывали, так чик, бросай, а вы сейчас это все поднимай. Еще одна крышка! Так, я вот думаю, если я наберу миллиард крышек, я вот смогу их сдать дорого и стать миллиардером. Мы решили, что кабинки это перспективное место, люди переодеваются, в них из кармана выпадают денежки. Да, да, пиво они тут не должны пить. Вот, сейчас пойдем поищем кабинки. Ну, проверяем. Так, я выкопал вот такую яму, потом она долго-долго-долго от меня бегала, и вот она, монеточка. Еще 10 копеек, мы супер богаты. Мы супер богаты! 100 тысяч миллионов вот таких монет, и мы окупим вот этот прибор. Короче, в народе есть такой миф, что на пляже можно найти золотые цепочки, кучу денег, там, перстни и все остальное. Мне кажется, это не имеет ничего общего с реальностью. На пляже можно найти только крышки от пивных бутылок, больше ничего. На пляжах люди прибухивают, прибухивают, никто не разбрасывает здесь золото, бриллианты и эти печатки серебряные, только бухают. Ладно, похожу еще чуть-чуть, если что-то найду, покажу. Так, а окунь дохлый мне зачтется за находку или нет? Еще одна достаточно большая проблема, поиск на этом пляже, в том, что вот на том берегу, вот там, видите, смог такой. Это самый большой в Европе металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат, и здесь везде валяется вот такой металлургический шлак. Собственно, он составляет половину находок, половина это шлак, а вторая половина это пробки от бутылок. Но если рассматривать поиск на пляже как досуг с детьми, почему бы и нет? Дети вон с радостью копают ямы. Ну, по идее, вот хороший сигнал, попробуем его копнуть. Ага, нашел, вот она, вот она, самая ценная находка. Кажется, что это уже миллионная пробка. Люди, хватит бухать на пляже. Друзья, какие выводы можно сделать относительно приборного поиска на пляже? Это какое-то дурацкое занятие. Я прожил в этом районе лет, наверное, шесть, и мы тут гуляли достаточно часто на этой набережной. Но я периодически хожу, монетки собираю. Так вот, я обычно за вечер собираю в разы больше монеток, просто вот так вот, глядя на землю, чем с этим чертовым металл искать. Устаю меньше. И вот такая история. Поэтому смысла в этой штуке нет никакого. Вот, слава богу, он не мой. Я его взял поиграться. Все, поигрался, хватит, накопался. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока.